Итак, мы продолжаем интервью, и сейчас вопросы уже не про йогу, а про личность. Итак, первый вопрос из этой области, который мне очень нравится всегда. Анатолий, а как бы вы ответили на вопрос, а кто вы? Это сложный вопрос. Ну, наверное, прежде всего я инструктор йоги. Потому что йога для меня занимает в моей жизни, наверное, центральное положение во всех деяниях, которые я совершаю. Большая часть усилий, в общем-то, направлены каким-то образом, связаны с йогой. Поэтому я, наверное, инструкторе люблю. А если тебя спросил, а во-вторых, кто вы? Во-вторых, я ученик. Потому что сколько я живу, столько я обучаюсь. И одной из огромнейших удач в своей жизни, я считаю, в тот момент, что мне удавалось в каждом периоде своей жизни находить того учителя, которому мне нужен был. И существует понятие о том, что когда ученик готов, учитель появляется. И много раз я перечитывал этот фрагмент из древней мудрости и не верил в него. Но каждый раз я действительно находил грамотного учителя, которого я заслуживал на данный момент, на те моменты своей жизни. Также, в общем-то, в этой жизни у меня сейчас, на данный момент, и сложилось. Сейчас я обучаюсь, опять же, у одного из величайших, как я считаю, четыре современности. И не только знанием позвоночника, но и знанием более тонких составляющих йоги, энергетического мира, тонкого плана и так далее. А как его зовут? Можно озвучить, как его зовут? Юрий Николаевич Главчев, это мой любимый учитель. Я обучался у разных людей, но на данный момент центральным и главным учителем считаю этого человека. Он проживает в Киеве, путешествует, иногда живет в Николаеве, в Одессе, в Севастополе. Мы с ним часто общаемся и длительное время я даже, можно сказать, жил вместе с ним, рядом с ним, что удалось мне и позволило мне более глубоко познать тонкие аспекты йоги и мира. Потому что если мы хотим действительно обучаться и серьезно обучаться, то нам нужно полное погружение в практику. Так сложилось, что мы жили недалеко и могли очень часто общаться, иногда проводили вместе с семьями выходные. И в каких-то бытовых вещах, отношениях к каким-то очень простым вещам или иногда очень глобальным вещам, мне удавалось наблюдать за этим удивительным человеком. И я не перестаю удивляться его мудрости и глубине познания этого мира. Мне иногда даже кажется, что это не человек, а просто некое существо, которое зашло в этот мир к нам попить чаю и заодно просто объяснить нам, землянам. Хорошо. Анатолий, вот такой вопрос, не серьезный может быть, но все-таки вот ваша внешность, ваша прическа, борода, это вот просто такой какой-то имидж или это вот какой-то смысл в этом есть? Нет, никакого смысла в этом нет. В общем-то, то, что я обрею голову, просто продиктовано тем, что так удобнее тренироваться. Ну, говорится, никакого имиджа нет в этом, просто так сложилось. То есть в течение обстоятельств. То есть удобно. Да, так, наверное, просто чуть-чуть удобно. Хорошо. И вопрос, который, наверное, для меня тоже такой довольно важный, и тем читателям моего блога, для которых это слово тоже очень важное. Как вы считаете, что для вас означает слово «свобода»? Свобода – это йога, потому что йога предоставляет человеку возможность понять обусловленность своего ума и тела и достичь истинной свободы, уже находясь здесь, в этом мире. Другого такого инструмента я не знаю. Поэтому йога – это для меня свобода. Она обучает меня и предоставляет ряд различных приемов, с помощью которых я могу познавать мир непосредственно, достигать глубоких состояниях, таких как в ритте ниродха, самадхи, хияна, концентрация тхарана. Это все освобождает нас от наших предрассудков и от нашего прежнего состояния. То есть предоставляет нам метку свободы. Поэтому другим словом, может быть, раньше никто и не называл йогу, но я могу сказать, для меня йога – это свобода. Йога может быть как инструмент свободы или это как просто равно свободы? Как инструмент. Несомненно, это как инструмент. Правильнее сказать, как инструмент, с помощью которого человек может достичь свободы. А вот определение. Вы можете сформулировать, что для вас является свобода? Вот вы к ней двигаетесь или, может быть, вы уже ее получили? То есть как вы ощутите, что вы уже свободный человек? Свободу мы ощущаем, и я в частности, когда мы освобождаемся от некого груза, который над нами давлеет. Например, от наших понятий, наших каких-то волнений. Поэтому, когда мы пребываем в волнении, и затем мы избавляемся от этого волнения, а волнение представляется в виде мыслей. То, когда человек попадает в свое истинное состояние, он чувствует легкость, свободу, блаженство. И он наслаждается этой свободой. Поэтому, ну, свободу можно познать, видимо, для того, чтобы познать свободу, человек должен осознать, в некотором случае, не свободу. Потом, что ему мешает, с помощью инструмента, например, йоги, освободиться, и тогда пребывать в состоянии свободы. Хорошо. Как Вы считаете, вот в Вашей жизни, что было на сегодняшний день самым дорогим подарком, который Вы получили? Ну, самый дорогой подарок здесь у меня все просто. Это возможность встретить учителя. То есть, более высокого подарка я не мыслю ни для себя, ни для других людей. Хорошо. Вот такое понятие еще существует в обществе, да, семья. И я думаю, что для некоторых людей это уже как некий какой-то штамп, такой стереотип определенный. Вот интересно, как Вы относитесь к этому слову, что для Вас семья, как она вообще образуется, и что она дает для обоих людей, которые там находятся? Существует понятие легкого и сложного пути. Легкий путь – это путь затворничества, путь монашества. Когда мы можем легко достигать свободы, равновесия, спокойствия, пребывая в одиночестве, в уединении, и нас ничто не тревожит. И, конечно же, более сложно этого достичь внутри социума, а особенно в семье. Вот, как говорил маму Ауробинда, если Вы думаете, что Вы уже просветленный человек, проведите неделю со своей семьей. Ну, здесь, конечно же, доля юмора есть, потому что никто не может раздражать нас так, как наши близкие. И одновременно самое близкое отношение, любовь, высокое понимание этого слова мы, опять же, можем проявить внутри своей семьи. Поэтому здесь человек, конечно, сталкивается с двумя такими парадоксами. Один – это то, что человек может испытать самые высокие чувства внутри семьи, а другой – что это самое одно из таких больших, не то чтобы препятствий, а раздражителей для нас. И для того, чтобы через это все пройти, конечно же, человеку нужен, опять же, срединный путь. Потому что очень легко оставаться в спокойствии, равновесии, когда мы просто уйдем от этого мира где-нибудь в лесу, в горах, в монастыре, закроемся. В этом нет ничего сложного. И гораздо сложнее пребывать в спокойствии, практиковать йогу, когда ты семейный человек. В своей жизни я шел вначале первым путем, потому что я считал, что это более правильно, как бы отшельничество и так далее. Но на данный момент я семейный человек, потому что, видимо, во мне сохранился некий максимализм юношеский. И я все-таки захотел познать этот мир в полной мере и практиковать йогу более сложным путем, находясь в гуще социума в семейных отношениях. Пока не могу сказать, что мне это с успехом удается, потому что я, как обычный человек, в общем-то, могу раздражаться. И меня это несколько огорчает. Но все мы развиваемся. И, в общем-то, каждое происшествие – это наш урок. Урок для всех. Единственное, что некоторые люди воспринимают это как урок, а некоторые люди воспринимают это как случайность. А здесь уже, в общем-то, в этих отличиях и проступает практика йоги. Ну, если я правильно понял, то первая часть – это как катализатор. Семья – это катализатор определенного развития. А вторая часть – это как индикатор, насколько ты уже смог достичь. Да, совершенно верно. Смог достичь. Потому что находиться среди чужих людей, среди студентов, учеников, в спокойствии – это очень просто. Находиться в спокойствии внутри своей семьи, родителей, жены, ребенка и так далее – это уже требует гораздо большего мастерства. Ну, это для обоих человек, которые находятся в семье, таким образом должно быть, ну, как бы, вот, в вашем понимании. Или это достаточно для одного человека такое понимание, а для другого может быть другое. То есть могут развиваться они? Мы развиваемся индивидуально. Поэтому стечение обстоятельств приводят иногда, что в семье все занимаются йогой, кто-то один занимается йогой. Тут уж каждому, как говорится, по судьбе положено или в какие обстоятельства человек попал. Я не думал, что обязательно двум заниматься. Ну, если занимается хотя бы один, то у другого тоже больше шансов для того, чтобы постичь что-то. Хорошо. А вот еще такое, в процессе, когда вы рассказывали, у меня появился такой вопрос. Как вы относитесь к современным религиям, которые существуют? Не конкретно, допустим, какой-то в отдельности, а вообще, в принципе, к религиям на сегодняшний день? Религия – это, в общем-то, очень хорошо. Потому что это явление в нашем социуме, в нашей культуре, которое помогает человеку иметь опору в своей жизни и объясняет человеку основополагающие какие-то моменты. Во всех религиях, во всех системах сказано, что человек, который приходит в этот мир, не должен привязываться к каким-то пристрастиям. Он не должен совершать насилие над другим живым существом и так далее. То есть, в основном, эти такие вещи сказаны для того, чтобы человек, который пришел в мир, если это молодая душа, то он не совершил множество ошибок. Поэтому в своем изначальном понимании зарождения религии – это, конечно, очень хорошо. Другой вопрос, во что сейчас превратилась религия, это уже комментировать не буду. Но, знаете, каждое явление, которое присутствует в этом мире, оно разумно. Поэтому религии в том числе нужны были на определенном этапе, и иногда даже на современном этапе многим людям нужны. Сказать, что они являются обязательными для всех, я бы так не мог сказать. Потому что я встречал многих людей, которые не привержены ни к одной религии. Тем не менее, они по принципам и понятиям любой религии находятся значительно выше, чем представители или даже ведущие какие-то из другой религии. То есть, человек очень добрый, сострадательный, готов, в общем-то, пожертвовать, помочь другому и так далее. И при этом он не является, он ни к одной конфессии религиозной нет. И зачастую мы видим, конечно же, обратно, что человек может выполнять ритуалы, а сердце его закрыто. Здесь сложно что-то комментировать. Поэтому религия помогает, но она ничего не гарантирует. Как и в йоге, нужны усилия. То есть, только постоянные усилия по изменению себя в лучшую сторону, они могут помочь нам. Хорошо. Как вы можете сейчас, может быть, у вас есть какое-то желание сказать людям, которые будут смотреть это видео, какую-то, не знаю, рекомендацию или просто пожелание какое-то? Оставайтесь сами собой. Если вас интересует йога, обращайтесь в практику йоги. Но помните, что йога не обучает ничему новому. Йога просто раскрывает тот скрытый потенциал, который находится внутри. Каждого из нас. И я желаю каждому живому существу раскрыть этот потенциал. Хорошо, спасибо за пожелание. И последний вопрос, он будет у нас традиционным, но вы первые, кто его будет задавать. Это вопрос следующему участнику нашего интервью. И вы его не знаете сейчас, я его не знаю, но этот вопрос мы обязательно ему зададим. Я бы хотел, чтобы следующий участник интервью ответил на вопрос, что бы он хотел в жизни сделать, но еще не успел. Озвучил это для самого себя. И, может быть, ответом на этот вопрос он, в общем-то, в том числе и поможет себе. Хорошо. Спасибо большое, Анатолий. Я даже не буду оценивать, насколько хорошее было интервью, потому что, я думаю, здесь оценок никаких быть не может. И каждый человек, который его посмотрит, наверное, найдет что-то для себя, что-то ценное и может быть даже очень важное в своей жизни. Или принятие каких-то решений, вообще направлений. Спасибо большое. Спасибо вам. И я думаю, что на нашем блоге будут обязательно вопросы. И если вы будете на них там периодически отвечать, это будет супер. Потому что, я уверен, вопросов будет куча. Хорошо. До свидания. До свидания.